МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Московская компания Главпринтер заместила заказ на первый в мире шерфоформатный ОФ-принтер Fujifilm UV-Star Pro 8. Поставку оборудования выполнит российский дистрибутор Fujifilm IT-Design. По сообщению Приндейли, компании Кодек и Райоби подписали намерение о сотрудничестве, которое предполагает выпуск гибридных печатных машин, объединяющих оффсетный и струйный способы печати. Гибриды будут строиться на базе оффсетных машин серии Райоби 750 формата B2. На сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям опубликован новый отраслевой доклад «Книжный рынок России. Состояние тенденции и перспективы развития 2012». ГК Терапринт сообщает о еженедельных демонстрациях цифрового принтера для печати этикеток SpeedStar 3000, который обеспечивает реализацию любых индивидуальных решений. По мнению многих, это лучший настольный цветной принтер для печати этикеток, который когда-либо можно было купить. Так и есть. На сайте Приндели можно познакомиться с новой статьей Михаила Кувшинова «Ланда и нанография. Заинтриговали и разочаровали». Автор делится своими впечатлениями о знакомстве с новейшей технологией нанографии. Про CTP. Популярность этих допечатных комплексов продолжает расти. В первом квартале этого года компания Гейдельберг СНГ установила 13 термальных CTP-систем SupraCenter. Монтаж 11 систем осуществили специалисты Гейдельберг СНГ и еще двух компаний ENIT. Специалистами компании ENIT запущен полностью автоматизированный комплекс CTP на основе кодек Магнус 800 в типографии Медиакалон. Инсталляция еще одного CTP – DotLine – прошла в рамках программы модернизации ОАО «Издательский дом Мичуринца». Поставку и запуск провела компания «Легион». Про обучение. С 22 по 23 мая в специально оборудованном демозале Московской офисе «Легион» пройдет семинар «Графический дизайн в полиграфии», ориентированный на дизайнеров, допечатных специалистов и технологов. А учебный центр «Принт-медиа Академии Гейдельберг» повторно провел семинар «Контроль качества печатной продукции». Напомним, что первый семинар по этой же теме состоялся в марте. На сайте «Принт-вик» опубликован обзор, согласно которому мировая тенденция дрейфа периодических изданий в интернет наблюдается и в России. Только 18% наших сограждан получают прессу по почте. Компания «Ям» сообщает о выходе в свет первого номера собственного корпоративного журнала, предназначенного для аудитории полиграфистов. В печатном департаменте торговой компании «АТО» в Челябинске специалистами ГК «Каттер Принт» поставлена и запущена новая флексографская машина «Фокус Центрафлекс-330». Новое оборудование усилит мощности печатного цеха по выпуску гибкой упаковки и этикетки. Подмосковная типография «Кофи Принт» разместила заказ на две листовые овсетные машины КБА «Рапида-106». Первую машину в типографии планируют запустить в октябре 2012 года, вторую – в 2013 году. На сайте «Принт-дэйли» размещен авторский материал технического директора типографии БИДЖИ Константина Пылаева размышления о сервисе. Никулинский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора типографии МГУ имени Ломоносова Марселя Шерифулина, обвиняемого в мошенничестве при выполнении типографских работ на общую сумму 75 миллионов рублей, сообщило агентству РАПСИ пресс-секретарь суда Арсен Погасян. Цифровая печатная машина «Кони Коминольта Си-452» установлена специалистами г-картера «Принт» фотостудии «Контраст» в городе Железнодорожье. Это первая машина в марке «Кони Коминольта» в компании, ее работа очень довольная. Еще одна цифровая машина «Тошиба Е-студио 5540» установлена в издательском комплексе «Логовоз», деятельность которого направлена на информационную реабилитацию инвалидов по зрению. Издательский долг «Комсомольская правда» переходит на улучшенные технологии. Переход более 1500 рабочих мест в облако Google является одним из крупнейших проектов по внедрению сервиса в Google «Апс» для бизнеса в России. Это были все новости за неделю. Оставайтесь с нами. А сейчас сюжет об итогах прошедшей выставки Друппа. Спасибо. Здравствуйте снова. Хотелось немножко рассказать о посещении выставки Друппа, о тех впечатлениях, которые были у наших сотрудников, у меня лично, во время осмотра этой экспозиции. Как вы, наверное, уже знаете, количество посетителей выставки сократилось в довольно значительной степени. То есть можно было пройти, можно было подойти, поговорить на разных стендах. Но в целом основной состав и участников, и посетителей выставки такой же, как и четыре года назад. Выставка состоялась, прошла очень успешно. Хоронить полиграфическую индустрию рано. Развитие проходит в области цифровой технологии. Много было интересного. С одной стороны, конечно, это была выставка Бенни Ланда, и его нанографические печатные машины, которые присутствовали в виде муляжей, вызывали огромный интерес. Вся Друппа была увешана плакатами, рекламой компании Ланда, и, безусловно, маркетинговые вложения были очень серьезные. Тем не менее, каких-то реальных отпечатков, результатов мы пока не увидели. Это многообещающие технологии. Поэтому, наверное, те, кто планировал уже приобретение этих машин, придется немного подождать. Различные решения для цифровой печати в формате B2 были представлены многими производителями офсетных машин, которые ищут альянса с цифровыми компаниями, а также другими компаниями, которые строят свои машины на основе струйной технологии. Можно отметить и решение с жидким тонером от Минникоши, и что-то похожее от ОСИ, и что-то похожее от других компаний, например, от Ксайкона. То есть, эта идея, которая в свое время была положена в основу конструкции машины Индиго, в другом, конечно, воплощении, она остается перспективной в области цифровой печати. Цифровая печать, которая съела третий формат, она теперь взялась за более крупные форматы. Мы видим, как этот процесс хаотический немножко, но, так сказать, начинается и идет. Если говорить про картонную упаковку, то мы видим продолжающийся большой интерес к современным фольтевально-склеивающим машинам, и здесь очень выделяется наш вендор компания Versor, который является стандартным решением, которому комплектуются цифровые участки производства упаковки, персонализированные на основе Xerox, других решений. Было очень много посетителей на стендиверсора. Довольно большой интерес к традиционным решениям для больших тиражей, такие как автоматические высекальные прессы, это машины Masterwork, которые мы поставляем, они теперь были представлены в новом дизайне. Наш прежний вендор, компания Shinahara, присутствовала на рынке, теперь уже в составе китайской компании Gromky. Были представлены как машины Shinahara, так и машины Gromky. Ожидаются поставки уже произведенных в Китае машин, через некоторое время, трудно пока сказать, через какое. В целом, выставка, безусловно, была очень успешной, и наши основные цифровые вендоры, и Konica Minolta, и Toshiba, и Risa, они были заметны, особенно Konica Minolta, которая стояла в центральном месте, в цифровом павильоне, и представляла свои новые скоростные решения. Мы благодарим всех российских клиентов, с кем мы повстречались на выставке Друппа, и надеемся, что наше дальнейшее общение приведет к хорошим результатам. Большое спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова